ну что ребят я прям не нарадуюсь вот этой печки щепочницы это была отличная инвестиция то есть дров здесь вот под ногами навалом бери они все сухие скажем так я сейчас этой кружкой и мотоцикл помыл и голову помыл кофе сварил все вот на этих щепках то есть никакого газа не надо никакого даже спирта не надо спирт это буду использовать если это когда в палатке если будет дождь и мне там в палатке что-то приготовить то горелочка спиртовая пригодится в этом случае а если на улице сухо вот как сейчас без проблем смотрите вот налил ее полную вскипятил допустим половина кофе можно использовать половина воды потом просто разбавляешь холодной водой она просто теплая достаточно чтоб голову помыть моешь голову все нормально в общем вещь незаменимая для тех кто не в курсе это не реклама то есть мне никто не платил за это никто вообще никаких ссылок ничего нет барга титаниум я брал оригинальную она сделана из титаны поэтому легкое место вообще не занимает рюкзаке там вдоль спины поставил и все у китайцев есть аналог абсолютно один в один только сделанные стали чуть-чуть потяжелее для кого вес не критичен можете рассмотреть и китайскую как вариант но вечно от на одного человека в походе в поездке вообще незаменимая так сейчас я хочу себе еще кофейку сделать подкинуть немножко дровишек блага не сухие вот как то так что касается сегодняшней ночи сегодня было холоднее сегодня приложение показывала на телефоне сколько 12 градусов я прям почувствовал что прохладнее чем вчера было но зато распогодилось быстрее чем вчера и вот вылез начал тут дела делать мыться все дела и как бы вообще нормальный быстро распогодилось сейчас соберусь все равно я хочу еще в душ где-нибудь заехать я наверно буду проезжать мимо какого-нибудь кемпинга остановлюсь попрошусь только в душ там заплачу сколько там за душ надо просто чтобы так чисто для себя голову да я помыл сейчас все нормально чисто или может быть вечером наверно думаю вечером будет резоне потому что вдруг вечером погода будет скажем испортится сейчас пока хорошая погода можно ехать вдруг вечером погода испортится и я все-таки решу переночевать в кемпинге но если погода не испортится я просто остановлюсь приму душ и буду искать поляну как бы такой вариант более логичный мне кажется выгоднее потому что сегодня я планирую проехать опять же далеко где-то 600 километров если получится то есть так контрольную точку сделал какой-то заповедник это будет мне потом останется еще столько же до нордкапа то есть если я вот сегодня такой прохват сделаю большой и завтра еще такой же то я завтра вечерняя нужно на нордкапе окажусь ну опять же посмотрим как она в дороге будет как настроение будет как бы еду не спеша мне все нравится спина не устает особенно сейчас когда лямки мне сделали прям я не нарадуюсь там вот оно стоило потерять эти полдня опять же что значит потерять принципе то я ничего не потерял я просто сейчас живу немножко в другом режиме то есть был бы я дома у себя в берлине да я какие-то дела делал бы куда-то объездил что-то бы там бытовые проблемы решал бы точно так же я сейчас просто сменил локацию я живу то в принципе то же самое что и я дома я хожу точно так же в магазин покупаю продукты ем как бы по деньгам ну да дороже немножко продукты чуть-чуть ну не критично я все-таки опять же в отпуске это как бы успокаивает а по сути так как бы дома бы я лежал на диване грубо говоря я точно так же ходил в магазин точно так же все это покупал бы там хлеб и все продукты или здесь я еду остановился зашел в магазин купил те же самые продукты ну чуть чуть дороже поэтому кто думает что прям путешествовать на мотоцикле это прямо адски дорого да на бензин надо тратиться опять же бензин стоит столько же сколько в германии вообще ничуть не дороже даже пусть дешевле все вы же дома живете выходите в магазин за хлебушком покупайте ну какая разница если вы будете это же самое делать только на в другом месте в другом городе в другом населенном пункте и у вас не будет лишних расходов то есть в топ в том плане что вам не нужно параллельно и дома холодильник набивать в обычном режиме и с собой еще что-то там покупать в этом плане поэтому вот я сейчас уже сколько четыре ночи от ночевал на улице по деньгам но я особо-то не тратился единственное что я покупаю это бензин регулярно это такая основная трата и все еду в основном я заезжаю в тот же лидл который также присутствует у нас в берлине покупал там колбаску булочки те же самые что я дома покупаю один в один и там же возле магазина прямо-то делал уминаю и дальше еду просто сейчас допустим у меня из еды вообще ничего нет абсолютный голяк только кофе и чай все больше вообще ничего нет поэтому я сейчас где-нибудь мимо буду приезжать какого-нибудь магазина супермаркета или на худой конец сильно захочу на заправке остановлюсь куплю какую-нибудь булочку или хот-дог и все будет нормально классно место тоже классно кстати меня учу поразило давы на этом озере оказывается есть какой-то типа прилива что ли я вчера он там на пеньке сидел не знаю будет отсюда видно нет вон там видите пенечек я вчера то на том пеньке сидел ноги мыл то есть воды там не было по сегодня проснулся с мою пенек почти полностью под водой но это у это озеро это не море не океан чтоб там прилив отлив поэтому для меня это остается загадкой сейчас я палатку тоже верхний тент перевернул наизнанку чтобы он с внутренней стороны от конденсата немножко это обсох и потом буду потихонечку потихонечку сворачиваться сейчас у нас пол седьмого ну часов до восьми наверно соберусь а так как погода наладилась то можно будет и не ждать десяти я потихоньку ехать правильно так что так и сделаем сейчас буду еще кофе попью и собираться так ребята на вас наверняка волнует вопрос как же все-таки мотоцикл все-таки спартуха да ну он как бы не совсем спорт но все равно вас беспокоит на как я на нем еду насколько мне комфортно насколько мне удобно в общем по мотоциклу претензий вообще никаких нет я к нему как бы привык я на нем себя чувствую достаточно комфортно конечно я уверен что есть более комфортные мотоциклы прям вот уверенно сто процентов но меня мой выбор вполне устраивает и я его пока что не хочу менять тем более когда вот лямки я изменил на рюкзаке стало вообще шикарно до этого был какой-то дискомфорт и местами до признаюсь честно я подумал вот были бы сейчас кофры то а потом а потом жизнь наладилась это были всего лишь временные трудности поэтому ничего страшного конечно кое-какие вещички я бы с удовольствием выложил наверно будет возможность отправить их почты я наверное отправлю там может быть килограммчик я взял свои очки фонарик взял потом лампу это для для камеры взял свет который просто лежит балластом тут на улице светло я не знаю ну это занимает объем и какой-то вес посмотрим будет возможность отправить отправлю вот такие дела сейчас я выдвигаюсь потому что время без 10 8 и уже реально распогодилось что прям жарко поэтому надо валить быстрее на север где немножко попрохладней как бы как бы жарко хорошо но никогда ты едешь я когда едешь нормально когда стоишь ужас и опять же сейчас еще хочу найти какой-нибудь кемпинг по пути может быть заехать и помыться ну а все погнали так мне сейчас не сказано повезло я сейчас ехал по дороге вдали уже от цивилизации достаточно и был указатель на какой-то кемпинг ну я решил сюда свернуть и попытать счастья за счет душа в общем приехал здесь никого нет рецепшен закрыта все закрыто тишина вообще мертвая но я тут помаячил помаячил женщина когда вышла меня увидела видимо в окно чем могу помочь я говорю можно у вас в душ принять да можно ягу сколько стоит и парень и сколько заходи так ну правда вода была ледяная холодная ну это лучше чем ничего там даже был шампунь я взял от шампунь помылся везде прям везде потёр как надо прям ух хорошо теперь я чистенький свеженький надо вы все равно дезодорант купить потому что шмотки экип допустим ты все равно потеешь в нем а это потом не хорошо постирать то нет возможности сохнуть долго будет те же штаны от экипа или остановиться где-нибудь на день он на дневочку чтобы там прям вот конкретно простираться ну я думаю до этого все рано потом уже ближе к середине путешествия можно будет такое провернуть в целом съехал я от трассы буквально километров 8 до этого кемпинга то есть с маршрута сейчас опять встану на маршрут и поеду теперь следующая цель это купить что-нибудь покушать потому что я еще не ел еды у меня нет вообще лидлы закончились я по карте посмотрел лидлов больше у меня по пути не будет скорее всего скоро начнут появляться олени на дорогах так что сейчас уже реально такая глубинка цивилизация потихоньку уходит уходит и это прям чувствуется то есть получается я отъехал где-то может быть километров сто от эстерзон последний так сказать цивилизованный город как я понял прикольный городишко между прочим этого где я портного искал с лямками и природа сейчас как-то меняться стала ландшафт меняться стал привода лучше то есть сейчас меняется все лучшую сторону так что дальше интересней сейчас я вот немножко отдохнул полотенчика на немножко подсушить а то и вытерся кстати вот это полотенце ультралайт я брал тоже не пожалел что взял очень хорошо справляется со своей задачей при этом не весит нифига классная штука и впитывает хорошо наконец-таки добрались до полярного круга сейчас мы находимся непосредственно на границе полярного круга то есть выше уже идет заполярье я вам покажу тут вот стенд такой есть куда люди клеят свои наклейки всякие там блогеры и клубы посмотрите к сожалению у меня нет своей наклейки поэтому клеить мне нечего но тут наверно есть какие-то может быть знакомые логотипы пока пока четки кого не знаю это долго смотреть тут сюда не друг на дружку все поналеплены ну прикольно прикольно то есть выше уже все выше там уже будет и климат другой классно аж не верится аж не верится что я здесь обалдеть честно я вообще когда вы взял я думал ну может быть я там на нордкап поедутся там надоест не надоест а потом что-то уже в процессе так решил думаю ну надо значит на нордкап ехать надо сейчас в общем забронировал в отеле комнату тут рядом хочу в отеле переночевать немножко отоспаться постираться помыться в общем по-человечески в себя прийти а то накопилось усталость за те несколько дней которые я в пути просто сегодня ехал до обеда прям втыкал страшно было даже я кофем отпаивался на заправках она как бы не досыпаешь каждый день по чуть-чуть и и накапливается потом усталость да и прохладно стало я сейчас ехал уже заметно прохладно стало я прям отдел теплую термуху уже зимнюю так что завтра уже буду выезжать утепляться по черному нормально мне еще до нордкапа где-то километров 600 700 осталось ну может быть завтра хотя бы подберусь до туда а послезавтра наверно уже просто туда заеду чтобы ночью туда смысл нет заезжать посмотрим там по обстоятельствам так что мне пока спешить некуда время есть все здесь отметился сейчас еще пару фоточек для инстаграма и в отель заселяться отдыхать так в общем зачекинился я сейчас в отель вот собственно комнатка комнатка небольшая тут одноместная кровать ну номер на 1 есть даже телевизор стул лампа в общем все что необходимо самое главное здесь есть душ здесь есть душ нормально блин так вот спяковина маловато я тут хотел кое-что постирать ладно придется импровизировать главное есть душ и унитаз так вот собственно и все сейчас переночую здесь завтра поеду дальше буду набираться сил надо пожрать что-то сублиматы тут это заваривать конечно ладно придется загонять магазин